Привет! Как дела? Сегодня я начинаю рассказ о нашей с мамой поездке в Северную Ирландию в августе 2018 года. Наше путешествие составило 4 дня, 3 ночи и 3 города. Это Белфаст, Лондон-Дерри и Коли-Рейн. Сегодня рассказ про Белфаст. Итак, начну с небольшого обзора. Мы вылетели 7 августа 2018 года из Лондона. Путешествовали авиакомпанией Flybee. Это британский региональный перевозчик, который перевозит людей по Великобритании на небольшие расстояния. То есть и в Эдинбург, по-моему, он летает, и в Северную Ирландию, и, по-моему, и в Ирландию, и Уэльс. Эта компания обошлась нам туда и обратно в 171 фунт. Это примерно 17 тысяч рублей на данный момент. Тогда чуть-чуть подешевле был фунт, поэтому, ну, 1015, допустим, рублей. Вылетели в 8 утра 7 августа, прилетели в Белфаст, там походили, об этом чуть-чуть попозже расскажу. Сели в поезд и поехали в Лондон-Дерри. В Лондон-Дерри мы ночевали целых две ночи в отеле и гуляли полный день. Очень красивый город, об этом городе я позже расскажу. После того, как мы переночевали там вторую ночь, мы направились в Белфаст через Коли Рейн. То есть в Коли Рейн мы буквально пробыли там несколько часов, 4-5 часов по нашему маршруту на обратном пути в Белфаст. Поле Рейн, ну, такой маленький, деревенского типа городочек, тоже буду рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Достаточно интересное путешествие было поездами. Мы пользовались поездами компании Северная Ирландия. И точно не могу сказать, сколько стоили билеты, но фунтов 10-20 в одну сторону и ехать буквально там 2-3 часа. И вот пока мы ехали в поездах, я тоже снимала очень красивые виды, очень красивый зеленый пейзаж. Северная Ирландия вообще очень красивая страна. К сожалению, в самой Ирландии мне так и не удалось побывать. Может быть, когда-нибудь я и съезжу в Дублин, в Даблин. Куда, блин? Туда, блин. Ну, это шутка такая. И наслышано, что и в самой Ирландии тоже очень красиво, зелено и как-то, ну, другая атмосфера, не английская. Больше всего из всей этой поездки мне понравился Лондон-Дерри, я уже об этом сказала. На обратном пути, когда мы приехали в Белфаст, это был уже вечер, мы переночевали опять в отеле. Еще полдня прогуляли по Белфасту, сели в самолет и отправились обратно в Лондон. Вот такое вот было наше путешествие. Две ночи в отеле в Лондон-Дерри нам обошлись в 111 фунтов, и ночь в отеле в Белфасте обошлась нам в 74 фунта. В итоге добавить еще денег на поезда и на питание в общей сложности 450 фунтов где-то мы потратили. Это около 45 тысяч, ну, на данный момент. Тогда это было чуть дешевле, там 40, может быть, даже 35 тысяч рублей. И сегодня рассказ про Белфаст. Белфаст – это столица Северной Ирландии, находящаяся в устье реки Лаган, который впадает в Ирландское море. Белфаст является главным городом, то есть местонахождение правительства и портом Северной Ирландии. Это самый крупный город исторической провинции Ольстер, население которого, включая пригороды, составляет более 500 тысяч жителей на 2016 год. Он является вторым городом острова Ирландия по численности населения после Дублина. Территория современного Белфаста была заселена с начала Бронзового века. Однако фактическим появлением города считается 1609 год, когда король Яков I начал заселение провинции Ольстер английскими и шотландскими поселенцами. В начале 17 века здесь торговали шерстью, кожей, зерновыми, маслом, солониной. И все это экспортировалось в Англию, Шотландию и Францию. Позднее Белфаст начал активную торговлю с колониями Северной Америки и Индии. В конце 17 века население увеличивалось из-за бежавших от преследования французских гугентов, которые стали заниматься льняным производством. В 18 веке производство льна сильно увеличилось и стало экспортироваться в другие страны мира. На рубеже 19 века Белфаст стал главной столицей льняного производства и даже получил такое прозвище как Линенополис. То есть Линен это лё и от слова Мегалополис, оказывается по-английски мегаполис называется Мегалополис. Это огромный город льна. Белфаст продолжил свой стремительный рост и в 19 веке, и уже в 1888 году получил от королевы Виктории официальный статус города. Были построены больницы, университет, церкви и так далее. В городе появилось газовое освещение и первое железнодорожное сообщение. Наблюдался бум в судостроении и работе порта. В 1911 году на крупнейшей в мире на тот момент верфи Харланд и Волф в Белфасте был спущен на воду тот самый знаменитый Титаник. К концу 19 века важную роль в городе заняло производство виски и табачных изделий. Также был построен оперный театр. Белфаст стал столицей Северной Ирландии со дня её основания в 1921 году. С тех пор он стал центром в конфликте между католиками и протестантами, пик которого пришёлся на 1960-1990 годы. Конфликт официально был закончен в 1998 году после заключения Белфастского соглашения. В 21 веке Белфаст – быстро развивающийся город, привлекающий к себе всё больше и больше туристов. Основной отличительной чертой центра является площадь Донегал, окружённая впечатляющими памятниками викторианской эпохи. На площади Донегал расположена ратуша. Это настоящий образец смешанных архитектурных стилей. Здесь также находится библиотека Линненхол, в которой хранятся основные сокровища ирландской литературы. История и культура города представлены в Ольстерском городском музее, рядом с университетом Квинс, куда мы и направились в первую очередь, прилетев в Белфаст. Мы прогулялись по парку рядом с музеем, заглянули по пути в Колледж Квинс. Мне там очень понравились газоны и цветники. На фоне него я тоже пофотографировалась. И мы пошли в музей Ольстера, который находится на трёх или четырёх этажах. Рядом с ним стоит вот такая вот скульптура, голова человека, выполненная в металле. А на входе ещё и вот такой вот piece of art, то есть кусочек искусства, видимо, современное. Не знаю, что это такое. Если кто знает, пишите в комментариях. На четырёх этажах, ну, как обычно, всё об истории города. И живопись, и скульптуры, и какие-то мамонты, животные, которые обитают вот в этой области. А также я нашла вот такую вот периодическую таблицу Менделеева. И, судя по всему, в каждом вот таком вот кубике был расположен тот или иной элемент. Ну, как бы. Очень интересно было поразглядывать, как выглядит таблица Менделеева, так скажем, вживую. Также мы посмотрели различные там тарелочки, ну, убранство, быт, всё о городе. И после этого мы направились в центр города, там немножко прогулялись, нашли вот такую вот огромную рыбу, какая-то скульптура, достаточно популярная, говорят, 10-метровая рыбина. Я, естественно, на фоне неё тоже сфотографировалась. Также мы на воротах сити-хола, то есть городской мэрии, увидели вот такое вот объявление, что практически каждый день там проходят бесплатные экскурсионные туры. И мы решили на обратном пути, так как у нас ещё будет полдня в конце нашего путешествия, попробовать посетить этот тур. Количество билетов там ограничено, и надо приходить заранее и как бы бронировать их. Ну, чем чёрт не шутит, я решила, приедем обратно, перед вылетом в Лондон, попробуем сходить и туда. И у нас это получилось. Ну, о Белфасте, вторую его часть я расскажу в следующий раз, когда уже буду завершать рассказ о нашем путешествии по Северной Ирландии. Так что ждите, буду рассказывать и показывать в следующих выпусках ещё много чего интересного. Ну, а после этого мы немножечко прогулялись ещё по городу, подкрепились и дошли пешком до вокзала, где мы купили вот такие вот карточки. Называется Northern Ireland Translink. То есть, это как бы проездные билеты, как Oysterkart в Лондоне. В принципе, они и сейчас действуют. И по этим билетам можно ездить дешевле, нежели покупать билеты на поезда там до одного города, до другого города. Так как я покупала сразу несколько билетов до Лондон Дерри, потом от Лондон Дерри в Колорейн, потом и в Белфаст, мне предложили купить вот такие карточки. По-моему, они одна штука 5 фунтов стоят, но даёт очень выгодные дисконты, то есть, скидки при покупке поездок на эти карты, нежели отдельные билеты. Так что, если кто-то собирается в Северную Ирландию ездить на поездах по Северной Ирландии, очень рекомендую купить такие карточки. Экономит ваши деньги. Ну, что ещё могу сказать про Северную Ирландию? Не рискнула я пересечь границу Северной Ирландии и доехать на поезде в Ирландию. Хотя, в принципе, по идее, Лондон Дерри является крайней западной точкой Северной Ирландии. И там буквально несколько километров уже до Ирландии. Я не думаю, что там есть какие-то таможни и надо проходить какой-то досмотр. Просто так же на поезде из Лондон Дерри люди каждый день ездят в Ирландию на работу, с работы. Но об этом я уже, конечно, узнала в самом Лондон Дерри. Так как у нас всё было уже забронировано, мы не поехали в Ирландию. Но, в принципе, Северной Ирландии в Ирландию можно ездить на поездах просто так, без каких-либо виз и таможень. Так что, может быть, в следующий раз я попаду в Ирландию именно из Северной Ирландии. Кто знает. Если вообще когда-нибудь попаду в Великобританию. Это всё, что я хотела сказать про наш первый день путешествия по Северной Ирландии, про город Белфаст. Ждите. На следующей неделе будет рассказ про Лондон Дерри. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»